Светущий май подходит к концу уже завтра. Во всех приднестровских школах прозвенит последний звонок и начнутся долгожданные каникулы. Лучшее время для приключений. Но даже если до вашего сезонного отпуска еще далеко не расстраивайтесь, ощутить все летние радости тоже можно, например, в небольшом семейном путешествии. Наша страна удивительно живописный крае. Чтобы найти идеальный уголок для семейного отдыха, совсем не обязательно уезжать далеко от города. В каждом районе найдутся свои уникальные места. Начните с малого, организуйте пикник на лесной опушке или семейный велотур, например, в Красногорку. А можно отправиться по Приднестровью на машине. Только заранее обсудите маршрут со старшими детьми. Младшим о предстоящей поездке лучше сообщить накануне, чтобы ожидание не затянулось. Если вы планируете отпуск с детьми до 2-2,5 лет, вы должны быть готовы, что этим детям все равно, куда вы их повезете. Главное, чтобы вы были рядом. И вот здесь вы можете планировать то, что вам интересно. Ваш ребенок просто будет находиться рядом. Если вы планируете поход, поездку, отдых с ребенком 2,5-3,5 года, будьте готовы, что вас засыпят огромным количеством вопросов. Поэтому прежде чем вы куда-то отправляетесь с такими детьми, очень много прочитайте про то место, куда вы едете. С дошкольниками немножко легче. Если вы продумаете какие-то игры и увлечете вашего ребенка, то ваш отдых будет успешен. Для молодой семьи без детей подойдет любой маршрут. Можно сплавиться на лодках по Днестру, примерить снаряжение альпиниста и покорить скалы в Григориопольском районе или остаться ночевать в палатке на перекате в Чобручах. Если у вас в семье есть дети, то, конечно, продумывать маршрут нужно более тщательно и планировать поездку тоже заранее. У нас сегодня в компании Платон ему 4 года и Алиса 3 лет. В таком возрасте дети довольно плохо переносят поездки на дальнее расстояние, поэтому крайняя точка нашего маршрута это Дубоссарский зоопарк. Здесь будет интересно и взрослым, и малышам, и подросткам. Дорога недолгая, заскучать не успеете, так что без остановок домчите до пункта назначения. Полтора часа дороги остались позади, что нам пригодилось в пути? Бутылка воды, несколько небольших игрушек и полезный перекус, немножечко вашего терпения. Вот зоопарк. Мы готовы? Готовы. Навстречу приключениям. Кто не любит зоопарк? Надо сказать, это единственное место в Приднестровье, где можно увидеть такое разнообразие птиц и диких животных. Здесь обитают павлины, австрийские попугаи, калифорнийские перепела, декоративные голуби, а еще косули, черепахи, грызуны и любимица всех посетителей – медведица Маша. Всем нравится, радуется, улыбается. Некоторые родители заходят с детьми, зашли в зоопарк, преврастились в детей, забывают за детей, смотрят на птиц. Сейчас очень красиво павлины стоят с разложенным хвостом почти каждый день. Каково было удивление Алисы? Оказывается, ежата с белыми иголками и совсем не колючие. С павлинами можно устроить соревнования по громкости звука. И даже если вы здесь уже бывали, приезжайте сюда вновь, вам будет чему удивиться. В зоопарке появились новые обитатели – вот два козленка и черный ворон. Сейчас у многих животных появились детеныши. Их можно рассмотреть, погладить и покормить. Для Платона, который очень просит щенка, такое знакомство оказалось сверхэмоциональным. Мама, что творит? Смотри, какие голубые глаза. Если после зоопарка у вас осталось время и силы, можете вновь вернуться на трассу, проехать еще около пяти километров и остановиться в заповеднике Ягорлы. Там очень много редких растений и животных, так что и вам, и детям там будет очень интересно. Правда, сейчас сезон клещей, так что одеваться нужно соответствующе. Будьте начеку и будьте внимательны. Ну а мы поедем по трассе в другую сторону, будем возвращаться в обратном направлении и тоже заглянем в интересные места. В путешествии с детьми важно делать остановки. От Каменки до Днестровска есть много детских площадок, хорошо обустроенных игровых зон. И лайфхак для родителей. В продолжительной поездке не жалейте время для активных игр. Детям необходимо выплеснуть энергию, тогда усидеть в машине будет проще. Мы заехали в Дубосары, парк энергетиков. Совсем рядом Дубосарская ГЭС. Там тоже рады посетителям. Можно увидеть плотину изнутри и узнать, откуда берется электричество. На электромаше узнать, как собирают электродвигатели. На ММЗ посмотреть, как плавится металл. Только на такие экскурсии нужно заранее записаться. Такие поездки будут интересны уже школьникам. Тех, кто младше, стараемся не перегружать. Чем младше ребенок, тем, конечно, старайтесь меньше его перегружать вот этими эмоциональными моментами. Потому что нервная система еще не сформировалась. И центр возбуждения будет, получается, превалировать над торможением. И вместо того, чтобы мы с вами отдохнули, мы придем домой, приедем домой. Или придем там, где мы остановились, допустим. И мы получим ребенка, который не может спать, не сможет уснуть, не захочет кушать. Поэтому, чем младше ребенок, тем меньше ему все-таки эмоциональной нагрузки. Меньше тех впечатлений, которые дадут взрыв этих эмоций. Дозировано. Чем старше становится ребенок, тем, соответственно, конечно, мы можем увеличивать это количество положительных эмоций. Если самим организовать поездку сложно, обращайтесь в турагентство. Сейчас, летом, мы готовим новую поездку, прогулка на теплоходе от Рыбницы до Сахарной. Я думаю, что особенно семьям, особенно детям подобное запечатлевается в голове. Потому что это что-то необычное. Это то, чего мы не встретим в повседневной жизни. Поэтому в своих поездках мы постоянно стараемся найти вот эту вот изюминку. У нас есть, допустим, и прогулки на лошадях, и прогулки на деревянных лодках по Днестру. То есть вот каждую поездку мы пытаемся ставить что-то вот такое особенное, чтобы отличало нашу поездку от обычного выходного, от обычного времяпровождения. Ну и, конечно, в поездке никак не обойтись без остановки на сытный полноценный обед. Если дома вы придерживаетесь всецело здорового, правильного питания, то во время семейного выезда можно съесть что-нибудь вкусненькое. Например, в Григориополе есть заведение с итальянским акцентом. Хозяйка готовит пиццу по старинным итальянским рецептам. И что интересно, прямо в печи. Кухня здесь по-домашнему вкусная. Что пицца, что паста понравятся всей семье. Малыши не откажутся подсмотреть за процессом приготовления. А в открытых беседках и аппетит лучше. Убедились лично. Многие едут в Каменку, в Рыбницу. Едут просто отдыхать в субботу-воскресенье. И заметили, что многие такие, очень незнакомые клиенты, что проезжают и останавливаются многие. А сейчас вот как открылась граница, уже видим, что и с Англии, и с Германией, уже иностранцы. Всем нравится пицца. То, что я мечтала, она реализовалась, чтобы понравилась настоящая пицца. Разве можно с большим восторгом встречать пиццу? Платон оценил аромат базилика и насладился пышным бортиком. Алиса выбрала итальянские макароны с пармезаном. Вот так плотно подкрепились и снова в путь. И не переживайте, что дети останутся без дневного сна. Если вы запланируете переезд с часу до трех, то сладкий сон вам гарантирован в дороге. Романтика дороги помогает отдохнуть от городской суеты. За окном авто, почти летние пейзажи. Можно остановиться в селе, посмотреть на деревенскую жизнь и освоить старинные ремесла. Например, во Владимировке проводят мастер-классы по керамике для взрослых и детей. Ну а если путешествовать далеко, у вас нет возможности, можете остаться в черте города. Например, в Бендерской крепости посетите конно-спортивный клуб «Алюр». Причем всей семьей будет интересна поездка всем от мала до велика. Можете покататься верхом, познакомиться с историей Бендерской крепости и узнать что-нибудь новенькое. Надо сказать, наши дети в седле впервые. По чутким руководствам Анжелы и Карины робость в один миг сменяется восторгом. Снежок и малыш мчат юных наездников в парк Александра Невского. Здесь у нас речка. Знаете, как речку называют? Днестр. И на реке Днестр у нас стоит наша Бендерская крепость. Наша маленькая Алиса к концу прогулки даже осмелилась перейти на голоб. А вот Платон вжился в роль умелого наездника и даже приветствовал публику. Равновесие, координация, радость, контакт с лошадью полезен всем без исключения. Главное, что вы получите от такой семейной прогулки верхом незабываемые эмоции и живые фотографии. Здесь в крепости можно прогуляться всей семьей, маленькими детками, вот как Алиса, постарше, как Платон. Ну, бывают и взрослые детки, которые едут самостоятельно, и мы их даже отпускаем, они сами гуляют. Здесь такое место, оно располагает очень... атмосфера такая, что приятно покататься. Здесь же в крепости проводим солнце за горизонт и завершаем путешествие пешей прогулкой. Может быть, в этих летних вечерах и кроется то самое семейное счастье.